Ежегодно в мире на свет появляется около 15 миллионов новорожденных с критической массой тела. 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Такие младенцы нуждаются в квалифицированном лечении и реабилитации. В перинатальном центре Саратовской области праздничный день состоялось открытие амбулаторного отделения для детей раннего возраста. Как выхаживают врачи маленьких пациентов, узнал наш корреспондент. Если он 500 грамм родился, мы его уже оформляем как живородящий, живорожденный и начинаем его выхаживать. Министр здравоохранения региона напоминает губернатору, с какими нежными пациентами здесь имеют дело. В прошлом году в Саратовской области родились 276 недоношенных детей и 90 из них в областном перинатальном центре. Цифра этого года уже 88. Дочка Елена Сорокина из Вольска решила родиться на полтора месяца раньше срока. Роженицу срочно привезли в Саратов. Маленькую Викторию врачи перинатального выхаживали две недели. Малышка не подвела. Уже научились и кушать самостоятельно. То есть все хорошо уже. И вот в люльку их переложили. То есть уже может ребенок сам теплообмен свой контролировать. На втором этаже палаты, где мама находится с детьми, им, преодолевшим немало испытаний, дарят подарки в честь дня рождения. Врачи не теряют связи со своими пациентами и после выписки. Чтобы избежать развития хронических заболеваний, связанных с врожденной и перинатальной патологией, за детьми наблюдают в отделении катамниза. После выписки, после того, как они выписываются отсюда, мы им рекомендуем приезжать сюда, здесь их осмотрят, проводят им обследование. Выхаживание недоношных младенцев – безусловный праздник, у которого даже есть свои даты и красивое название. 17 ноября отмечают в Международный день праздник белых лепестков. В гости к врачам приехали родители с детьми, которые родились в Саратовском перинатальном центре. Их голоса отлично сочетались с речью главы региона. Всем присутствующим здесь детям и родителям повезло в том, что они попали в руки высококлассных докторов областного перинатального центра. А всем нам повезло в том, что в Саратовском регионе такой центр есть. Здесь хотят создать единую базу данных всех родившихся раньше срока младенцев области, а также вести учет всех женщин, познавших радость материнства с помощью ЭКО, чтобы оказание помощи им стало централизованным и своевременным.